Всем привет! Сегодня у нас будет покраска волос краской Фаберлик. У меня корни уже отросли, пора их покрасить. Краску Фаберлик я выбрала вот такую. Сейчас я вам скажу, что это за краска. Краска Салон Коре. Стойкая крем-краска с аминокислотами шелка. Шелковое окрашивание. Это 10.0 цвет. Осветляющий натуральный блонд. Глубокий насыщенный цвет. Бережное окрашивание и уход. И 100% закрашивание седины. Я хочу сказать, что решила красочку немножко поменять. У меня было десятка гарниер. Но я хочу попробовать сейчас уже, может быть, краску поменять придется. Хочется краску более, может быть, качественную, чтобы она меньше вредила волосам. Вот выбирала я на сайте Фаберлик. Краску выбрала такую. Все-таки она идет более щадящая для волос. Ну, хочу попробовать, как она будет уже на моей голове, на моих волосах и по ощущениям, и по цвету, и так далее. Может быть, я потом перейду полностью на эту краску. Еще в краску я хочу добавить ампульный концентрат для глубокого восстановления волос с маслом Амлы. Хочется корни луковицы укрепить, чтобы волосы меньше выпадали. Потому что, ну, как мне кажется, что они мне стали выпадать больше. Ну, на всякий случай, я решила еще и поухаживать за корнями волос. Вот этот ампульный концентрат, его можно добавлять в краску. Это выглядит вот так. Здесь внутри одна ампула. Вот. И ее добавляем в краску и наносим на волосы. Ее можно добавлять. Еще я недавно подстриглась и, в общем, будет легче наносить все это на волосы. Давайте откроем красочку и посмотрим, что там внутри. Здесь есть инструкция. Здесь есть молочко уже в бутылочке с носиком. Это краска, крем-краска. Это восстанавливающий флюид после окрашивания с аминокислотами шелка. Вот такой. Это уже нужно будет наносить после окраски волос. Ну и перчатки. Я на всякий случай приготовила мисочку с кисточкой с расческой, потому что я уже привыкла так краситься. Красить именно кисточкой наносить. Вот такой штучкой наносить я могу кому-то, но самой себе мне не очень-то удобно. Я попробую, но, скорее всего, кисточкой нанесу уже сзади особенно. Потому что я не вижу, не ощущаю, сколько я наношу, чтобы мне хватило на все волосы. Краску использовать нужно все. Я уже инструкцию почитала. Первый раз, когда мы окрашиваем новой краской, ее нужно наносить на все волосы. Начиная с корней волос. На корни мы наносим на 20 минут. А потом распределяем по всем волосам и еще 10 минут держим. Потом смываем. Ну что, тогда надо начинать уже смешивать краску. Значит, нужно сначала нам открыть вот этот пузырек, добавить туда краску. Краску всю добавим. А теперь туда надо добавить вот этот ампульный концентрат. Ну вот здесь вот такая вот ампулка с белой полосочкой. Если с белой полосочкой, то я так полагаю, что можно ее просто обломить. Да, она действительно легко обламывается. И выливаю я туда этот концентрат. Оно похоже на масло. Ну вот, наконец-то оно вылилось все. Да, оно такое масляное. А теперь закроем крышкой и нужно хорошенько все это взболтать. Я когда была в салоне на стрижке, я у своего мастера спросила, а можно ли смешивать вот это вот масло по уходу за корнями волос с краской. Возьмется ли краска, никак оно не повлияет ли. Она сказала, если здесь написано, что можно добавлять в краску, значит добавлять в краску можно. Значит, оно так именно сделано, рассчитано, что все это будет хорошо работать. Поэтому добавляю в краску, мне наносить это будет удобно. В общем, и уход за волосами, и покраска одновременно. Вообще, вот что здесь написано, это в качестве самостоятельного средства для ухода. И можно добавлять содержимое ампулы в вашу краску для волос. То есть, в принципе, в любую краску, да, я так понимаю. Технология глобальной реконструкции. Восстанавливает материю волос по всей длине, укрепляет корни волос, придает волосам сияние и блеск. Масло амлы питает и укрепляет волосяные луковицы, восстанавливает поврежденные и ослабленные волосы. В общем, реставрирует сержень волос, устраняет повреждения, стимулирует рост новых волос. В общем, в любом случае, укрепляет луковицы, восстанавливает волосы. И я думаю, что это средство, оно, в общем, мне нужно. Сейчас необходимо, потому что мне что-то кажется, что волосы у меня немножко стали себя хуже чувствовать. Ну, сейчас мы будем еще и восстанавливать. Краску я смешала, и она уже в баночке стала немного темнеть. Она стала такого не белого, а сероватого цвета. Но на коробочке написано, что краска может потемнеть и на волосах. Это все нормально, не обращайте внимания, вы в результате получите нужный эффект, нужный цвет. Ну, в общем, мажусь, не глядя, посмотрим, что там получится дальше. Попробую сейчас наносить тюбиком, но пока наверх волос. Я поставила перед собой тут зеркало. Начну красить, как привыкла. В общем, начну с этого края, как я это уже привыкла делать, наносить. Но все равно я возвращаюсь к кисточке, потому что я уже привыкла к кисточкой, расческой, все это делать. Я все это вижу, все это чувствую. Значит, тогда я сейчас одену перчатки. Содержимое тюбика я сейчас вылью в мисочку и буду красить уже, как привыкла, кисточкой, расческой. Так будет быстрее, потому что привычнее. Потому что привычнее. А краска действительно стала серого цвета. Такая вот серенькая. Ну, в принципе, это не важно. В общем, если у нее такая реакция, значит, пусть она так и будет. И буду красить сейчас, как привыкла. В общем, я когда нанесу на волосы краску, я вернусь к вам. А сейчас пойду пока накрашиваться. Ну, в общем, нанесла я полностью на корни, на все, нанесла красочку. У меня только кончики остались сухие. Краска, я смотрю, уже берется, уже такая вот она прям светлая. Волосы становятся, вот осветляются. Вот, жду я 20 минут, потом я буду протягивать краску до кончиков волос, и потом еще 10 минут жду и смываю. После смывания, я так понимаю, в общем, как написано в инструкции, нужно будет, когда проходит общее время 30 минут, смочить волосы водичкой, помассировать 1-2 минуты, потом смыть водой, когда вода уже будет прозрачная, потом нанести надо будет вот этот вот восстанавливающий флюид, и еще подержать 2 минуты на голове. А потом уже смывать, и все, все будет готово. В общем, будем ждать сейчас, пока выйдет время, и будем делать дальше. Ну, вот по времени 20 минут уже прошло. Все, пойду сейчас смочу волосы и протяну все до кончиков волос, и еще буду ждать 10 минут. Ну что, мои хорошие, смыла я краску, еще не знаю, что там получилось, сейчас будем смотреть вместе. Но сначала, что я вам хочу сказать, мне не понадобилось шампунь и бальзам. Я уже приготовила было, а потом же, когда почитала инструкцию, а там написано, что просто смочить водой, смыть, а потом нанести вот этот вот восстанавливающий флюид после окрашивания, но он как бальзам. Тоже 2 минуты подержала и смыла, и все. В общем, ни шампунь, ни бальзам, мои средства мне уже не понадобились. То есть в этой упаковке с краской есть уже все. После окрашивания уже не нужно свои шампунь и бальзам, как я делала это с предыдущей своей краской. Но вообще я вам обещала протестить и рассказать. Это я брала шампунь и бальзам для волос, склонных к жирности. У меня быстро очень жирнеет волосы, и приходится их мыть, приходилось мыть каждый день, через день. Ну, сейчас я уже режу мои волосы, где-то 2 раза в неделю, потому что здесь вот корень солодкий, чистотил, не знаю, может быть из-за этого. Но, в общем, шампунь это Фаберлик, я заказывала, и она мне понравилась, она мне подходит. Я ее уже протестила и рекомендую тем, у кого волосы быстро жирнеют, вот такую можете брать и пользоваться. Она недорого, в принципе, стоит, но волосы становятся уже менее жирными, в общем, они не так быстро жирнеют. Ну, в общем, рекомендую. Но сейчас мне это не понадобилось. А вот понадобился вот этот, кстати, флакончик. Я в него налила водичку, и тогда, когда мне нужно было смочить волосы, вот этой штучкой удобно было раз-раз-раз посмачивать, потому что раньше просто берешь под краном там воду, и потом она течет, все на глаза. А вот эта штучка, кстати, удобная. Вот, и после окрашивания можно ее просто сполоснуть, водичку налить и потом поливать. Но это, если кто не знает, может быть, кто-то это уже знает и давно пользуется, для меня это только открытие. Я все время что-нибудь для себя новое открываю. Ладно, не буду вас томить. Давайте снимать полотенце и смотреть, что же там вышло у нас. Вот. В общем, не пойму я пока, что тут у меня получилось. Но корни однозначно у меня посветлели, побелели. Никакой седины вообще не осталось. Полностью все покрасилось. Вот, если вам видно, смотрите. Вот, но я вижу какую-то желтизну на волосах, и я не могу понять, она у меня в принципе-то была, наверное. Но пока сейчас волос еще мокрый, трудно что-то понять. Поэтому сейчас я волос пойду сушить, и тогда мы уже посмотрим, что в результате получилось. Сзади покрасилось, не покрасилось. Мне интересно, еще у меня зад очень плохо прокрашивался. Обычно волос сзади темнее был, чем сверху. Ну, в общем, не знаю, что вышло. Пошла я сушиться, и потом я вернусь к вам, и посмотрим в результате, что же получилось у нас. Ну что, мои хорошие, я высушила волосы, уложила их, рассмотрела все. В общем, в целом у меня прокрасилось все равномерно, седина вся закрасилась. Цвет мне нравится. Я хочу сказать, что я не вижу, чтобы у меня глобально цвет поменялся. У меня как была десятка гарнир, сейчас десятка у меня фаберлик. Просто сама по себе краска фаберлик, мне кажется, более качественной. В ней есть какие-то добавки, которые, аминокислоты, которые, в общем-то, улучшают вообще структуру волос. Я так думаю, что, скорее всего, я еще покрашусь, может быть, некоторое время, вот этой краской, которую я сегодня использовала. Она мне нравится. Цвет она глобально не поменяла. В общем, цвет остался. Желтые немножечко полосочки волос, но это потому, что у меня волосы наполовину седые, а наполовину у меня волос свой каштановый. Поэтому у меня могут быть где-то отливы темные. Но темные, они как бы с желтизной идут. Но, в общем, в целом, я-то и не хотела, чтобы у меня прям чисто белые были волосы. Потому что, ну, как бы чисто белые, это неинтересно. А если они там где-то с чем-то, то тогда и хорошо интересно. Но, в целом, вот я смотрю в зеркало сейчас, мне очень нравятся волосы. Они, да, они шелковые, они легкие, мягкие. Все хорошо прокрашивается. Цвет очень хороший. И я надеюсь, что, может быть, волосы в целом у меня сами получатся. Да, еще хочу посмотреть, что сзади я посмотрела. Там, по-моему, у меня прокрасилось. Но, так как у волосы сзади совершенно темные, седина в основном, она у меня здесь идет. Поэтому мне даже мастер парикмахерская, она сказала, что, ну, у многих людей сзади волос темный. Он сидит в последнюю очередь. И поэтому там может быть темнее волос. Но, в принципе, там тоже подкрасилось. Он посветлел. Я видела, в общем, нормально. Я по этому стрижку чуть-чуть сейчас делаю по-другому. То есть, вот этот волос немножко длиннее делаю. Подстриглась так, чтобы чуть-чуть закрывался зад. Ну, в общем, в целом, хочу сказать, мне нравится. Красота, в общем-то, такая неописуемая. Краску я такую же еще раз закажу. И вместе, наверное, может быть, еще раз такую ампулу закажу. Пусть будет еще уход. Хорошего ухода много не бывает. Это мне так кажется. В общем, в целом, девочки, кому понравилось, ссылочку на Фаберлик я оставлю внизу. Заказывайте, ухаживайте за волосами. А вообще, кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. 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 Пока-пока.